Обсуждение проекта антиазербайджанской резолюции, первоначально запланированное на понедельник в Национальной Ассамблее Франции, было отложено на 30 ноября, на сегодня. Напомним, в тексте резолюции содержится призыв к властям Франции и других стран Евросоюза ввести эмбарго на газ и нефть, импортируемые из Азербайджана. Эту тему обсудим с нашим гостем на прямой связи с нашей студией, депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Расим Малим, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Расим Малим, резолюция, направленная против Азербайджана, была рассмотрена и уже принята в Сенате, сейчас Национальная Ассамблея, однако рассмотрение было отложено. С чем вы это связываете? Возможно, что это какие-то игры французской стороны с целью заполучить что-то и используя вот этот проект резолюции как какой-то элемент давления. Олег, очевидно, что вся эта возня в французском парламенте и в Сенате и сейчас Национальной Ассамблея инспирирована и направляется из Елисейского дворца. Ну, вы знаете, что немытьем, так катанием президент Макрон хочет усесть на переговорах в качестве посредника и с учетом его абсолютно предвзятой проармянской позиции, Азербайджан отказался принимать его, не то что посредничество, вообще участие в переговорном формате. И я не думаю, что такие инструменты давления, как обсуждение во Французском Сенате, сейчас в Национальном Собрании, может Азербайджан напугать и, скажем, принять Францию в качестве некого покровителя в Армении и стороны, которая будет навязывать абсолютно неприемлемые для нас условия постконфликтного армяно-азербайджанского урегулирования. Вот я думаю, там пытаются шлифовать эту резолюцию и пока еще последние инструкции из Елисейского дворца не поступили, поэтому они 29-го этот вопрос обсуждать не стали. Ну, бессмысленное занятие, Олег. Ну, примут они очередную бумажку, мы уже на нее ответили своим заявлением. Попробуют предпринимать какие-то конкретные действия, какие-то санкции будут вводить или еще что-то, ну, получат симметричный ответ. Мы не хотим, Азербайджан не заинтересован в каком-то таком, ну, уничтожении азербайджанно-французских отношений. Но я еще раз повторю, если они пойдут до полной глупости, там, признания какого-то несуществующего виртуального НКР и прочие вещи, то я думаю, что дело может дойти до полного разрыва отношений с Францией. Ну, хотят они признавать, но может они начнут подряд и независимость Абхазии признают, оккупированные Осетии признают, Приднестровье признают. Ну, это же полный абсурд то, что они хотят делать. Ну, и я исключаю вообще то, что Франция получит какую-либо поддержку в Евросоюзе. Ну, может быть, традиционные, скажем, франкоориентированные страны, такие как Бельгия, Нидерланды, Люксембург, какие-то резолюции, ну, солидаризирующие с решением парламента Франции и примут, значения никакого не будут иметь. То, что Евросоюз конкретно заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном, особенно в энергетической сфере. Ну, Франция 1% своих потребностей обеспечивает за счет энергоресурсов Азербайджан. Ну, какие-то количества нефти туда поступают. Ну, откажутся они, откажутся. Но Италия очень заинтересована в развитии энергетических проектов с Азербайджаном. Германия заинтересована, Венгрия заинтересована, Болгария, Румыния. И в этих условиях Франция какие-то там призывы будет делать. И кто ее будет слушать? Никто. Я думаю, что это выстроил себе в ногу. Единственное, что сделают французские парламентарии и президент Франции, они ухудшат еще больше азербайджанно-французские отношения. Но ничего в результате этого для армян выторговать у Азербайджана не стоит. В этом плане интересно вспомнить о том, что, например, у французской компании Тоталь есть 50%, если я не ошибаюсь, доли в разработке газового месторождения Абширон. Вот французский бизнес в Азербайджане, как может на это отреагировать, вообще реагирует на эти вещи? И есть ли какое-то влияние? Слышен ли голос французских компаний, которые здесь работают в самой Франции? Ну, я хочу еще раз сказать, пока парламент Франции принимает резолюции такие, ну, призывного характера, они конкретных действий в отношении Азербайджана не предполагают. Это в форму политического, дипломатического давления на Азербайджан. Я думаю, что французский бизнес это не только Тоталь. В Франции здесь были очень большие планы о модернизации азербайджанских железных дорог. В Франции, в общем, хороший опыт в этой области. Потом Франция строила здесь у нас мусороперерабатывающие предприятия, и были планы по развитию этого сотрудничества. Есть планы, и в которых французский бизнес заинтересован. Это развитие азербайджанского метрополитена. Потом, ну, есть очень хорошее у нас взаимодействие с Францией в космосе. В общем, азербайджанские спутники выводили на орбиту Франции. Они строили эти спутники, и Франция заинтересована в продолжении французский бизнес. Мы закупали, и во всяком случае, я думаю, пока, во всяком случае, будем закупать. Аэробасы — это тоже Франция. И я хочу повторить, что 60% всего внешнеэкономического сотрудничества оборота Франции со странами Южного Кавказа приходится на долю Азербайджана. Азербайджан, в отличие от других стран Южного Кавказа, не просит каких-то скидок, привилегий, я не знаю, еще чего-то, подарков. Мы за все платим. И в этом смысле Азербайджан — растущий и важный рынок, в том числе и для французских деловых кругов. Я думаю, что какое-то косвенное влияние на администрацию французскую они окажут, с тем, чтобы есть определенные линии. Если их будет переступать Франция, я думаю, что пострадают сильно азербайджанно-французские отношения, в том числе и интересы французского бизнеса в Азербайджане. Не могу не спросить у вас о тех акциях протеста против антиазербайджанских резолюций, которые организованы нашими соотечественниками, представителями азербайджанской диаспоры, которые проживают не только во Франции, но и в Германии, в соседних странах. Проводятся митинги в поддержку Азербайджана против такой политики. Голоса нашей диаспоры сейчас в Европе стали слышны лучше? Ну, я думаю, что это очень важно, что мы голос протеста против односторонних, несправедливых действий французских властей. Это не только парламентарии. Всем этим я еще раз хочу сказать. Ну, бумажной вознёй в французском парламенте управляют из Елисейского дворца. Да, голос протеста, ведь постоянно французские парламентарии хвастаются, что мы всегда прислушиваемся к голосу общественности. А это не только демонстрация. Ведь, в общем, петиция там несколько сотен тысяч подписей набрала в обращении к французским парламентариям. Не принимать провокационных, несправедливых резолюций они не хотят слушать. Это все показывает, что и разглагольствование о том, что они прислушиваются к голосу общественности, это все в пользу бедных. Мы прекрасно знаем, кто всей этой кампанией против Азербайджана рулит и какие цели преследует. И хочу и вас, и наших телезрителей успокоить, что подобного рода наскоки французские Азербайджан с пути не свернут. Расима, большое спасибо вам за комментарий. До свидания. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Азербайджана Расим Мусабеков